Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачева-Черкесия. События вторника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Первый раз в первый класс для более 6 тысяч первоклассников в Карачева-Черкесии прозвенел первый в их жизни школьный звонок. Торжественные линейки прошли во всех школах республики. 11.30, время путинского обеда. Сегодня в первый учебный день в Хурзукской школе начали кормить бесплатными обедами меню разнообразное – супы, котлеты и, конечно, компот. Испытание дождем. Дорога по улице Гагарина в ауле Псыж не прошла. А ульчане говорят, что зачастую поток воды затапливает их дворы, тем самым разрушаются и хозпостройки. Автомобилисты и мотоциклисты должны уважительно относиться друг к другу на дороге, иначе трагедии не миновать. Увеличилось количество ДТП с участием двухколесного транспорта. Сегодня в День знаний глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов вместе с мэром Черкеско Алексеем Баскаевым принял участие в торжественной линейке в честь начала учебного года в средней школе номер 6 республиканской столицы. Они поздравили первоклассников с началом нового этапа в жизни. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией школьные линейки проводили лишь для учащихся первых и одиннадцатых классов с разделением потоков и соблюдением норм санитарной безопасности. Рашид Тимрезов сообщил собравшимся на линейке хорошую новость. Принято решение о строительстве при школе номер 6 Черкеска нового современного корпуса на 400 мест. Тут же на территории появится спортивная инфраструктура, которой ранее здесь не было. Мэр Черкеска Алексей Баскаев тоже пожелал первоклассника быть целеустремленными, любознательными, обрести новых друзей, радовать учителей и родителей успехами. Далее для первоклассников прозвенел символичный первый звонок. В небо поднялись десятки воздушных шаров. Первоклассники впервые переступили порог школы и направились в учебные классы на первый урок. По завершении линейки Рашид Тимрезов и Алексей Баскаев осмотрели представленные в здании экспозиции об истории школы, которые в этом году уже исполняются 95 лет, и о выдающихся выпускниках. Гости торжества посетили несколько учебных классов, обеседовали с теми, кто впервые сел за парты, и с теми ребятами, кто в этом году уже перешел в выпускной класс. В день знаний спикер парламента Александр Иванов побывал в старейшей школе Карачаевска номер 1 и открыл новую спортплощадку. 90 лет. Ровно столько прошло с тех пор, как в Карачаевске открыла свои двери первая городская светская школа. Александр Иванов поздравил педколлектив и учеников с двойной датой – днем знаний и юбилеем. Спикер парламента выбрал эту школу не случайно. Это его родная школа. Когда-то он сам сидел за партой в этих кабинетах, проучился здесь до восьмого класса. Всем педагогам Александр Иванов пожелал крепкого здоровья, благодарных учеников, о первой школе больших достижений. Ну а сейчас переносимся в Хурзук, где выросло число первоклассников и даже появился нулевой класс. Ученики как индекс социального благополучия. И демография в этом ауле имеет точные математические прогнозы. Из Карачаевска при Эльбурусе репортаж Руслана Коркмазова. В Хурзукскую школу имени героя Советского Союза Усмана Касаева в первый класс пришли 14 детей. И это отличный показатель, потому как недавно даже шесть учеников считалось признаком жизни в ауле. С года в год где-то увеличилось на 10%. У нас очень высокая рождаемость. Это потому что спасибо Путину, который выделяет деньги для детей. У меня сейчас в данный момент трое учителей в декретном обыске. У них третий ребенок, четвертый ребенок. Хурзукский детский сад гарантирует рост числа первоклассников. Уже в сентябре 2021 года учитель начальных классов ожидает 16 детей, 14 из которых учатся в нулевом классе. А такой класс в школе появился, потому что детский сад начал переполняться. И, как говорит учитель с 40-летним стажем Тамара Байчорова, работа с учениками нулевого класса стал для нее педагогическим открытием. Вот в этом возрасте, именно в этом возрасте, они впитывают как губка. Они уже к концу года спокойно читают. В нулевой класс с удовольствием из садика перешел Казим. Ему здесь уже нравится, потому что в обед не надо спать. А вот Абубакр сегодня расстроен их в чувствах. И с садиком расставаться не хочется, и в школу время пришло. У нас в день бывает три урока. Вот расписание наше. И эти три урока по 35 минут. А остальное время мы играем. Ну, то есть как в садике. После первого урока у нас бывает завтрак такой легкий. А потом мы играем, выходим на улицу, и они вообще не утомляются. Они играючи, весь этот материал усваивают. В первый класс из нулевого перешла и Ясмина. В нулевой класс ходила? Да. И чему ты научилась? Читать, писать. А в первой классе что ты будешь делать? Тоже. О том, что первый класс серьезнее нулевого, осознал и Амир. И на тысячу вопросов нам учитель даст ответ. Все нам в жизни пригодится, ведь учение – это свет. Эти первоклассники в нулевом классе уже смогли сформировать мировоззрение. Поэтому уже знают, что имеют право выбирать свое будущее. И дети уже знают, что у юристов-экономистов будущее туманное. Поэтому выбирают профессию врача, военного и полицейского. Есть даже интересные мечты. Например, у Марии. Балерина. Балерина из Хурзука. А еще может появиться и космонавт из Хурзука. А я хочу стать космонавтом. Космонавтом. Аймюлек хочет полететь на Луну. Имя этой девочки в переводе с карачаевского языка уже космическое. Лунный ангел. Сегодня в школе имени Героя Советского Союза Османа Касаева появилось новшество уровня президента Российской Федерации. В Хурзуке появилось новое время. 11.30 – время путинского обеда. С 1 по 4 класс теперь будут кормить в Хурзуке бесплатно. Это первое, второе и компот. Ученики начальных классов сегодня начали получать бесплатное питание, гарантированное президентом Владимиром Путиным. И меню разнообразное. Мяса много. И каждый день разные блюда. Ну что, вкусно? Да. Как дома? Кормят здесь горячими обедами учеников нулевого класса и всех с пятого по одиннадцатый классы. Стоимость платных непрезидентских обедов составляет 1120 рублей в месяц с каждого ребенка. Но родители оплачивают только 300 рублей, потому что в Хурзукской школе есть свои огороды, урожай которых обеспечивает сытную, почти бесплатную жизнь в столовой. А кто ухаживает за этой морковкой? Вы или дети? Ну, есть маленькие участки у детей есть. Есть у нас ответственный за участок учитель биологии. А все-таки с тяпкой кто работает? Работаем. А то ответственных может быть много. Работаем все. Я, например, пять рядов картошки посадила, прополола, проокучивала, прополивала. Чтобы эта картошка детей накормить? Конечно. Излишки урожая продают и закупают в школу мясо. Поэтому и обеды почти бесплатные. 300 рублей родители сдают на хлеб, потому что в школе нет своей пекарни, и на чай, потому что в Хурзуке пока еще не научились создавать чайные плантации. Раз уж подсолнух здесь начинает свисти в сентябре, значит и у чая есть шанс вырасти на хурзукских огородах. Руслан Куркмазов, Расул Бердиев. Весть из Хурзука, Карачаевская, Прельбрусье. А вот как отметили День знаний в гимназии номер 9 «Черкеска», расскажет Альбина Ламкова. Не судите слова нас, и идем в первый класс! Торжественные линейки в этом году состоялись только для первых и одиннадцатых классов. Посещать школы придется по новым правилам, что не скажешь о традиционных бантах, воздушных шарах, лентах и цветах. Наши дорогие дети и родители, от души поздравляю вас с Днем знаний. Хочу всем пожелать чувствовать себя уверенно и поддерживать друг друга в минуте трудностей. Первый день можно считать состоявшимся. Учебный процесс стартовал в щадящем режиме. Классы на торжественную линейку собирали поэтапно, где для каждого из первоклашек первый звонок все же прозвучал. Герои дня первоклашки. Они делают первые шаги по коридорам и проходят в свои классы. И по традиции первый урок – День знаний. Очень рады, что мы пошли в первый класс. Считать, писать меня умею. И я. Несмотря на ограничительные меры, в школе царила праздничная атмосфера. И только взрослые понимают, какой ценой достался этот праздник. К сожалению, родителям вход в учебное заведение запрещен. Но все с пониманием воспринимают распоряжение Роспотребнадзора. Сегодня такой праздничный день. И поэтому я всех ребят поздравляю с первым сентября. Желаю им получать максимальное знание, впитывать от учителей, которые они стараются давать. Сезон 2020 года обещает несколько изменений в учебном процессе для прохождения его в очном режиме. Но с соблюдением всех условий, как это требует Роспотребнадзор. Для первоклассников уроки будут проходить 35 минут. Каждый класс нашей школы знает свое время начала обучения. Существует три входа и выхода из школы. Каждый класс знает, во сколько он будет заходить, как он будет выходить. Перемены мы тоже будем соблюдать, потому что, чтобы было меньше столкновений детей на переменах. Конечно, как и прежде, не изменилось только одно. Одна из основных задач учителя, которая призвана сформировать у ребенка потребность к знаниям. Сегодня у нас первый учебный день. Прошла наша первая линейка. Мы встретили ребят в нашем классе. Начинаем новую жизнь. 1 сентября каждый год проходит особенно для всех, кто принимает участие в этом важном событии. Сегодня старт дан. И тысяча детей по всей республике начнут получать, пожалуй, самое главное в жизни – базовое образование. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. И время прогноза погоды – слово нашим синоптикам. В Карачаево, Черкесии, ночью без осадков, днем местами кратковременной дождь и гроза. Ветер восточный – 5-10 метров в секунду. При грозе будут порывы до 15-18. Температура ночью – 12-17, днем – 30-35. А в горах ночью до плюс 11, днем – до плюс 25. В южных и центральных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесии днем кратковременный дождь, гроза, ветер восточный – 5-10 метров в секунду. Температура ночью – 15-17, днем – 33-35 градусов тепла. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Это «Большие вести» в прямом эфире, и мы продолжаем. Вести из оперативного штаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 5163 человека. Из них 4 399 выздоровели. Госпитализированы 165 пациентов. Более 10 лет жители улицы Гагарина в Ауле-Псыш не могут решить вопрос с благоустройством дороги. Особенно эта проблема возникает во время проливных дождей. Как люди справляются с неудобствами, узнавала Альбина Ламкова. Испытание дождем. Дорога по улице Гагарина в Ауле-Псыш не прошла. Он был всего лишь два дня назад. И картина была тогда совсем другой. Хотя лужи еще остались. Конечно, дело не в лужах, говорят люди, а в том, что весь поток воды затапливает дворы. Тем самым разрушаются и хозпостройки. Да и саму улицу заливает так, что невозможно выйти. Разве что только в калушах или сапогах, уверяют они. У Светланы Туговой нет возможности часто сдавать деньги на одноразовый ремонт дороги. Да и двор приводить в порядок нет ни сил, ни времени, ни средств. К тому же и здоровье не позволяет. Пока сын на работе, Светлана Мухадиновна, воспитывая четверых внуков. Сын с невесткой разошлись. Четверо детей как собачат привезла, выкинула. Я их воспитываю. Элементы не получаю. Вот эти по 10 тысячи сама получила. Ей сказали, чтобы формы купила и формы не купила. Мне очень тяжело. Не знаем дальше как. Самостоятельно выполнять ремонтные работы жители улицы Гагарина не могут. Для этого нужна помощь профессиональных дорожников со специальной техникой, говорят аульчане. Лет 10, наверное, мы вот обращаемся, никто нам не помогает. Мы сами своими силами что могли сделали. Насыпали отсевы, покупали сами, скидывались. А польза какая? Точно так же дорога портится. И его надо грейдером чем-то вычищать. Сколько сосед привозил отсеву? Они тоже привозили. Мы засыпали. Это еще чуть-чуть здесь повыше стало. А так вообще невозможно. Возможности нет уходить по улице. Сразу после записи интервью мы обратились в администрацию ПСЖА к главе села Мурату Табулову. По его словам, проблему будут решать в порядке очереди по асфальтированию улиц Аула. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Абазинский район. Культура поведения на дорогах как со стороны мотосообщества, так и автомобилистов Карачаева-Черкесии. Сотрудники ГИБДД при службе МВД Республики встретились с членами республиканского мотоклуба «Беркуты». Актуальность темы возникла в связи с участившимися в последнее время происшествиями с участием двухколесного транспорта. Стороны обсудили вопросы взаимодействия ГИБДД и мотосообщества в обеспечении безопасности дорожного движения, проведения совместных мероприятий, профилактических бесед, в том числе с нарушителями мотоциклистами. Представители МВД предложили членам клуба участие в инициированном руководстве Министерства акции под условным названием «Водитель, включи ближний свет». Эта норма прописана в законе и призвана обозначить транспортные средства, делать их более видимыми на дороге. Таким был вторник Карачаева-Черкесия. Прямо сейчас продолжение фильма «Давай найдем друг друга». Приятного просмотра и ждите везде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова